Читаю Reuters. Первые удары Атакамс по территории России состоятся в ближайшие дни. Вот такое воинственное заявление было зафиксировано вчера вечером на ленте информационного агентства. И тут я сразу подумал, что-то здесь не то. Почему? Потому что написано, что Атакамсы в Россию полетят через 2-3 дня, но не указано, с какого направления и по каким целям. Потому что если уж выдавать военную тайну, то она должна быть опубликована в полном объеме. Да, вчера вечером заставила многих по-другому посмотреть на жизнь. Но, во-первых, они убили много людей в суммах. И тут комментарии излишни. Главный мой посыл простой. Российские захватчики должны быть уничтожены. Желательно все. До Москвы включительно. Что касается этих ракет. Была публикация со стороны французского, но не самого отвратительного издания, которое сообщило о том, что и Франция, и Британия дали разрешение на удары вглубь Российской Федерации. Но с Фигаро пошло что-то не так. Во-первых, они потом сильно изменили текст. И вот этой опции про то, что скальпы и штормшедо полетят в глубину Российской Федерации, они по каким-то причинам из текста пропали. А потом появилось еще уточнение, что удары-то Джозеф Байден дал разрешение на удары, но исключительно по Курской области. И у нас есть инсайт. Непосредственно из Белого дома. Я вам сейчас все объясню. Дело в том, что Путин хотел померить яйца Трампа, а тут Джозеф такой, не, ребята, пока президент Соединенных Штатов я. Это было вот так. Вот так было принято это важное решение. Не волнуйтесь, фамилия оператора, который снимал в Белом доме изменена. И нашему агенту под прикрытием в Белом доме ничего не угрожает. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы называем здесь вещи своими именами. Значит, резюме. Все эти газетные издания, это, конечно, классно. Нам эти новости могут нравиться, могут нет. Я считаю, что это один из элементов, что называется переговоров с ВВХ. Потому что народ на Западе понимает, что остановить, даже заморозить войну, еще раз, то, что пишет западная пресса, можно исключительно, базируясь на силе. И вот они качают вот эту вот ситуацию, что, мол, эй, мы тоже можем бахнуть. В принципе, план неплохой. Почему? Потому что такими вот публикациями, да, публикаций мало, нужны еще удары. Но смысл в чем? Что они наносят сейчас, вот эта информационно-психологическая операция, значит, наносят удар по главной идеологической скрепе Российской Федерации. Значит, что сделал Путин с Рашей за 25 лет? Да, все очень просто. У них идеологема проста. Мы можем убивать. Можем убивать безнаказанно. И вот как только эта игра, она начинается в две стороны, в том числе уничтожение россиян, ну, конечно же, с оружием в руках, на российской территории, это сразу всю эту вот конструкцию, которую выстраивал Владимир Путин долгие-долгие годы, она сразу рушится. Поэтому этот подход правильный. Но я уже отследил, что в России все информационные войска были подняты по тревоге, они вызвали всех пропагандистов. Значит, по старой памяти мне известно, что они обычно, значит, Владимир Мудозвон, он же Владимир Соловьев, он пишет обычно свое говно программу в обед. А вчера они по тревоге вызвали все это с форум ртов Владимира Путина, и они начали, конечно же, угрожать. Так вот, тут есть мнение, чем закончится этот момент эскалации. Эскалации. Почему в кавычках? Потому что сначала удары вглубь Российской Федерации, потом обсуждение. Так было бы правильно построить работу с Российской Федерацией, но нет. Так вот, чем может закончиться разрешение бить по российским военным объектам в глубине Раши? Все, и не будет никакой Украины. А еще лучше и Британия, как обычно, да? Потому что вся эта гадость оттуда идет. Есть и такое мнение, вы его уже слышали. Но с ним согласны не все. Я, россиянам, рекомендую внимательно послушать вот эту опцию. А хотим ли мы сдохнуть из-за Украины? Уверен, что вы, как и я, эти два варианта, сдохнуть и за Украину разделим. Просто сдохнуть. Именно поэтому вы подписаны на этот YouTube-канал. С другой стороны, у меня есть точная информация, куда будет нанесен первый удар. Удар по Москве, ну а куда еще бить, если хочешь реально закончить войну? Опция, там она варьируется, это, конечно. Ну, первый удар будет по вот этим координатам. Координаты я, кстати, лично передал. Кому следует. Вышел во двор, пересек дорогу, зашел в американское посольство и рассказал, где снимают программу, ненависть. Ненависть к Соединенным Штатам, ну и Украине. Почему? Потому что Штаты – это Запад, и Украина – это тоже Запад. Если мы говорим о том, что сегодня НАТО впрямую воюет, здесь есть разговоры, да, про дальнобойные ракеты, это первый удар будет сюда, вот сюда, в том числе вот сюда. Конечно. Вот в эту стулью. Будут целиться. Город просто долетит, не долетит. Раньше долетала, и теперь долетит. Главное в этом деле что? Политическое решение. Значит, мне больше всего интересует, насколько эти публичные действия согласованы между действующей администрацией Белого дома и, соответственно, администрацией Дональда Трампа. Тут мы сразу отследили заявление сына Дональда Трампа, который всячески раскритиковал, действующую администрацию. Он написал очень грозно, что там одни дурачки, очень глупенькие и всякое такое, что вот его папе мешают установить мир. Есть еще Илон Маск, да, глобалисты, мы против и всякое такое, потому что, ну, в общем, о них за мир, а Дональд Трамп, простите, Джозеф Байден за войну, и вот мешает Дональду Трампу. Не знаю. Что-то мне подсказывает, вот правда, не может быть так, чтобы решения по этому вопросу, они не принимались согласованно, если честно. С другой стороны, президентом Соединенных Штатов все-таки является не Илон Маск и не сын Дональда Трампа, а сам Дональд Трамп. И, соответственно, его решение через, сколько там, два с хвостиком месяца, ну и будем смотреть, наблюдать, подсказывать, подход, мир через силу, он единственно правильный, который может каким-то образом осознать, осознать и понять кремлевский маньячелло. Несколько важных моментов, на которые еще хотел бы обратить ваше внимание. Валентин Богданов очень точно написал, не надо думать, что с командой Трампа это решение не было согласовано. В команде Трампа есть и откровенные ястребы, которые считают, что к миру надо идти через эскалацию. И за полтора часа обсуждения разных тем между Трампом и Байденом Украина тоже обсуждалась. И все это в преддверии саммита в Рио-де-Жанейро, да, что там, большая двадцатка, маньячелло туда не поехал. Почему? Ну, на всякий случай. Чтобы случайно не попасть на обратном пути в Гагу. Ну, да, знаете, не придумали еще переносных, перевозных бункеров. И Владимир Х считает, что за него может выступить этот розовый конь или розовая пони. А, Риббентроп современности Сергей Лавров. Значит, тревога на болотах вот реально нешуточная. Они грозят так, как будто так уже не грозили. Хотя хочется сказать, цы ж булов же все. Мы же видим, что большое количество бронетехники, которое было выдано украинцам, пока еще не использовано. И видим, что в последнее время Украина не использовала так активно западные ракеты, как дело до того. Значит, накапливают. Значит, планируют серьезную операцию. Но нам надо быть готовыми и решительными. Что любопытно, что Белый дом и Пентагон отказались комментировать сообщения в Нью-Йорк Таймс. Зато говорят, что по их данным в администрации Белого дома большой разлад. Только непонятно, а кто тогда принимает решение. Ну, мы с вами все видели Байдена. Очевидно, что он давно самостоятельно никаких решений принимать не может. Эти генералы-болтологи, генералы информационных войск, они чем интересны? Что они одновременно закидывают разные мысли, которые взаимоисключающие. Значит, в администрации разлад. С другой стороны, в той же администрации, в которой разлад, они все согласовали с Дональдом Трампом. И поэтому будет что? Будет удар по Соединенным Штатам. Быстрее бы, если честно. Тут войска двигаются. Причем особо упоротые генералы считают, что Искандеры от границы с Украиной нужно перекидывать на Дальний Восток и целятся по Аляске. В общем, планов громадье цитирует Владимира Путина Давникова, который рассказывал о том, что если полетит по российской территории, то тогда, соответственно, это будет значить вступление армий стран НАТО в войну. С другой стороны, хаймарцы и не только по Курской области как били, так и продолжают бить. Это тоже факт. Сколько было в видеосвидетельств, когда разбирались паромные переправы, и не только они, именно хаймарсами. То есть я просто к тому, что, ребята, жизнь в информационном пространстве и реалии на Земле, они частенько отличаются. Потому что если можно бить по российской территории этими условными хаймарсами, то почему хаймарсами можно? И это не война с НАТО, ну, с Соединенными Штатами, а если полетят атакамсы, то тогда, соответственно, это уже война, и нужно уничтожать эти Соединенные Штаты. Такое ощущение, что кто-то хочет нарисовать новую красную линию. Я считаю, что нужно просто действовать. Они, ну, в смысле Раша, они схавают все. Ну, вот правда. Просто возьмут и схавают. Вся логика процессов построена именно на этом. Когда-то кто-то говорил, что вот Курская область, в принципе, выход ее из состава России, это красная линия. А теперь, ну, смотрите, все воспринимают это просто как данность. Даже Захарова как-то, ну, особо-то и не возмущается. Она думает, что в ее квартирку в Москве не прилетит. А я бы не был так уверен. Тем более наш друг Борис сказал, где живет Маша. А координаты, они такие. Они универсальны. Товарищ генерал-лейтенант, ну, это уже новый этап войны. Если все, что они вбросили в газеты, окажется правдой. Первое, самое главное. Согласно уточненной ядерной доктрине, агрессия неядерного государства при поддержке ядерного государства, есть прямая агрессия для Российской Федерации с правом применения нами ядерного оружия. Не в первый раз российский генерал Боярыш, никогда его начальник Владимир Путин тянутся к ядерной бомбе. Сколько было сказано по этому поводу. Главный смысл такой не мешать и нам убивать украинцев, потому что нам это нравится. Это как-то полирует величие России, ну, и, соответственно, российских нацистов. У нас масса страшных заявлений по этому поводу. Но, однако, такое вот у меня ощущение, что они словами хотят остановить украинские атакамсы. А я вот не уверен, они вообще планируются через 2-3 дня к полету или нет. А если полетят атакамсы, тут же вообще очень интересно. Значит, российское ПВО что-то может сбить, а что-то нет. А это будет значить, что очередной раз вся планета убедится, что Рашка — это решето, из которого, ну, решето в смысле, вытекает говно... А, нацизм. Нацизм. Именно так. Если маразматик Байден под занавес своего президентства действительно принял столь опасное решение, то официально объявлять его совершенно необязательно. Ракеты тогда полетят неожиданно. Расчет на внезапность. Могут и объявить. Но в любом случае о нем завтра на саммите 20-ки в Рио-де-Жанейро узнают лидеры Англии и Франции Стармер и Макрон. Сами они за то, чтобы бить вглубь России своими ракетами Стормшейду и Скальп. Но только если американцы тоже согласятся бить своими. То есть США, Англия и Франция собираются испытать крепость России и решительность Путина вместе на троих. Чем ответит Россия? Ответ может быть любым. Любым. Не зря скорректирована наша ядерная доктрина. Как вы видите, методичка общая. И для депутатов Госдумы, и для телеведущих, да и по большому счету у Путина такое впечатление получает тот же набор аргументов. Ядерная бомба, ядерная бомба. Но смотреть за этим, конечно же, любопытно. Я еще раз сторонник того, что на войне врагов не предупреждают. Если публично это фиксируется, обсуждается, это называется игра в уточнение переговорных позиций. Именно об этом идет речь. Вот правда. Но атакамсы же действительно они не нуждаются в анонсах. Они взяли и полетели. Или встали и полетели. Вот тут единственное, что есть смысл обсудить. Ну и как мне кажется немаловажным является еще такой аспект. Значит, это да, Северная Корея. Любопытно. Насколько связаны между собой события. Значит, американская сторона говорит, мы это делаем для того, чтобы послать знак Корейской Народной Демократической Республики, потому что якобы там находятся на территории России, в соответствии, кстати, с договором, даже если находятся, корейские войска, мы будем по ним бить. Но это обозначает, что тогда Корейская Народная Демократическая Республика должна это воспринимать как акт агрессии против своих граждан, которые находятся на территории дружеского государства, в котором подписан договор. И мы не знаем, какая будет реакция Корейской Народной Демократической Республики. Может пострадать не только Южная Корея, но и то побережье США. По полной программе. Теперь, внимание, мы рассматриваем вот эту вот методичку. Про ядерную бомбу мы уже сказали. Есть синхроны, что США должны быть уничтожены вместе, конечно же, с Великобританией и Францией. И тут, внимание, вообще, вот как расшифровать этот вот посыл? Значит, на самом деле все просто. Мудазвон сейчас говорит, если вы будете бить по нам, своими неправославными дальнобойными ракетами, то тогда мы позовем брата. Брата Ким Чин Ина. И он нас обязательно защитит. Немножко, вот правда, смешно. Западная пресса пишет, что таким вот образом, ну в смысле, бить по Курской области, там где северокорейцы, идея такая, убить всех северокорейцев на территории Курской области, ну военных, естественно, уничтожить. И таким образом сказать Киму, что, видишь, тебе на этой войне делать нечего. Не лезь сюда. Ну да, северокорейцев давно не было в Европе. Это нужно признать. Географически Курская область, это тоже Европа. Хотя, часть Курской области, не только географически, но и политически, это Европа. Почему? Потому что суд же наш, а Украина что? Это Запад. Но, что там? Генералы, поднятые по тревоге, должны прямо сейчас сказать, как погибнет Соединенные Штаты и, соответственно, их сателлиты. Ракетным войскам стратегического значения, четвертая, выходе в районы, позиционные районы пуска ракет, есть у нас мобильная часть, есть у нас стационарная часть. Мобильная часть, она выходит. После этого, если у кого-то будет желание запустить ракеты атакам, скальп, штурм, шеду и что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С четким пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего, по сути, не останется. То есть Байдену будет нечего передавать Трампу? Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я прекрасно знаю, и американцы, и мы. Америке наносится 95% тотальный ущерб. То есть, по сути, Америки не существует. Именно ради этих слов, собственно говоря, все это и затеяно. Ну, имеется вот эта встреча мудозвонов различного калибра. Еще раз, потому что это спецэфир. Америки не существует. Мне нравится очень, когда они одновременно с дедушкой Байденом грозят нашему новому американскому дедушке Дональду Трампу. Но грозят не только американским дедушкам. Гореть будет все. Франция, Британия, Германия. Есть ли они будут начать удары? Слушайте, во Франции и в Британии по четыре лодки подводные, которые оснащены баллистическими ракетами с ядерным оружием. Причем, к нашему счастью, к их сожалению, они, по сути, до сегодня неисправны. Они находятся в базах, в пунктах постоянной дислокации. То есть, они подлежат поражению. И второй сегмент, который у них имеется, это тактические ядерные бомбы, в том числе американские, которые находятся и на их базах. И наносятся удары с F-16 или самолетов нынешних F-35. Но для начала их надо подвесить и зайти в нашу зону поражения. У нас не Папуа, Новая Гвинея. Наша система противовоздушной обороны и наши истребители, они вполне в состоянии это дело воспретить. Если вы не Папуа, Новая Гвинея, это да, что вы так нервничаете. Еще раз, что-то они могут сбить, а большинство нет. Значит, атакамсы, и не только они, показали свою исключительную эффективность при нанесении ударов по Крыму. Вопрос в том, что этих ракет недостаточно. Значит, чтобы это оказало влияние на ход войны, потому что часто на Западе говорят, что мы не даем разрешения, потому что это ни на что не повлияет. Ребята, не надо так говорить. Одна ракета не повлияет, а сотня ракет, гляди, гляди, и повлияет. Но такого количества, ну, просто нет. Ладно, боярышник, давай в завершение этого видео уничтожь еще очередной раз Великобританию и Францию. Ну, а потом садись на бутылку. Давайте так, если брать эскалацию с нашей стороны, мы про это уже несколько раз говорили. У нас ядерные заряды в Европе есть, в Великобритании, чуть меньше 300, и примерно столько же у Франции. Причем, ядерное оружие в Британии, оно управляется все от Соединенных Штатов Америки. Франция в этом вопросе более самостоятельна. Мы на сегодня вполне готовы одномоментным ударом уничтожить весь ядерный арсенал Англии и Франции. способны. Это вполне, наверное, будет один из вариантов сдерживания Соединенных Штатов Америки от нанесения удара по Российской Федерации. Видите, они пытаются снова вернуться к этой идеологии. А идеология проста. Мы будем убивать, а нас нет. Значит, вот уничтожат они ядерный потенциал в Великобритании и Франции очень быстро за два-три дня. Очевидно, чтобы потом провести парад. Почему они это качают? Что, мол, мы сейчас как жахнем. Только вот, ребята, линия фронта, она такая, какая она есть, и ситуация на войне такая, какая она есть. И, знаете, нам объективно тяжело. Есть масса всякого, и потери, много потерь необоснованных из-за тупизма и дурализма наших отцов-командиров. Такое тоже есть. И, когда ты смиришь эту войну конкретным взводом, то, конечно, местами жутковато. Но, тем не менее, через два-три года, да, скоро три года, тысяча дней, да, большого вторжения. И, что мы имеем? Они своих целей не выполнили. Это факт. Может быть, это действительно подарок от нашего дорогого дедушки Джозефа Байдена, уходя на тысячелетие, на фу-фу-фу, на тысячный день большого вторжения. Мое мнение, меньше слов, больше ударов. Только таким образом это решается. Ну, а пока, пока Сумы, пока Одесса, не первый раз, и, к сожалению, не последний. Поэтому, когда мы размышляем тут о ракетах западных, лучше всего, наверное, сфокусироваться на другом. А где наши ракеты? Летящие? Куда? Правильно. В студию Владимира Соловьева. В качестве первого предупредительного. Хороший вариант. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет оккупантом. Всем смерть. До зустречи.